10, 38, вот эта девочка, как бы зашла, видно, да, что прям некомфортно себя чувствует, ноги замерзшие, видите, как ходит. Роман рассказывает, включил камеры и увидел, как в дверях супермаркета на полу сидит замерзший ребенок. Школьница пришла в магазин, чтобы спрятаться от 20-ти градусного мороза. Несколько минут девочка отогревала руки и ноги. Охранник решил к ней подойти. Выяснилось, что ее эвакуировали из школы по поводу ложного, как потом оказалось минирование. Но попасть домой она не может, ключи от квартиры остались в классе. Тогда мужчина решил отвезти девочку к учителям, однако они его встретили не по-доброму. Позовите меня завуча, то есть позвал завуча. И диалог у нас завучен такой произошел. Я говорю, вы каким образом эвакуацию проводите, что дети на улице замерзают. Она мне задает встречные вопросы, говорит, а вы кто? Говорит, ну, родитель девочки. Я говорю, нет, я сторонний человек привел. Ну и, если одним словом сказать, она мне говорит, ну все, свободен. Накануне в Красноярске пришлось эвакуировать почти десяток школ. На почту учебных заведений пришли анонимные сообщения. В них говорилось, что здания заминированы. Частью это была ложная информация. Из заведений экстренно выводили всех детей. Те, кто постарше, отпускали домой. Эта девочка просто не успела собрать свои вещи. К слову, в школе уверены. Со стороны педагога реакция на возвращение ребенка была абсолютно нормальной. Конфликта как такового не было. Он привел ребенка, его поблагодарили. И все на этом. Экстренная была эвакуация. Дети оделись, ну а, соответственно, портфели уже оставались в школе. При экстренной эвакуации есть там ретим действия? Да. Какое ретим действия? Одежду, так как на улице мороз, одежду одели. И все быстрее эвакуируем все из здания. В школе провели проверку. В управлении образования Красноярска объяснили, что при решении о необходимости эвакуации у детей и педагогов есть несколько разных сценариев действия. В зависимости от ситуации ученики с учителями либо дожидаются снятия эвакуации, либо по согласованию с родителями могут отправить детей, которые проживают близко к учебному учреждению, домой. В данном конкретном случае педагог получил дисциплинарное наказание за нарушение порядка эвакуации. Только за последние два года в стране Красноярске прошли несколько волн ложных минирований. Поэтому педагогам и ученикам нужно быть готовыми к подобным ситуациям и четко понимать, как действовать. Антон Тишаков, Александр Ермошенко, Енисей, Новости.